На горнолыжный курорт с комфортом. Акционерное общество Северо-Западная пригородная пассажирская компания при поддержке правительства Мурманской области в тестовом режиме запустила новый маршрут. С помощью него можно добраться из Мурманска в Кировск. Важно, что пригородный поезд двигается со всеми остановками. 30 марта, 6 и 13 апреля в 17.22 из столицы Мурманской области отправится пригородный поезд до станции Апатиты. Здесь вас будет ждать автобус со специальными наклейками, время отправления которого 22.10. Он проследует до остановки почта в Кировске. Для организации автобусного сообщения от Апатитов до Кировска наша компания заключила договор фракта с перевозчиком. Это Мурманский автовокзал. И по графику перевозки у нас соблюдено оптимальное время на пересадку. Поэтому, прибывая на поезде на вокзал города Апатиты в пятницу вечером, можно, посуществив пересадку в автобус, в течение получаса доехать до горнолыжного коррота Большой Вудьяву. С данным маршрутом необходимо оформить у разъездного кассира в поезде дополнительную услугу. Стоимость ее составляет 200 рублей. Таким образом, полная стоимость поездки от Мурманска до Кировска составит 441 рубль. Важно, что проезд в автобусе Апатиты Кировск доступен только для пассажиров, прибывающих пригородным поездом из Мурманского Апатиты при наличии пригородного билета и квитанции. По договору на транспортное обслуживание поезда курсируют по пятницам и воскресеньям. Но расписание их сделано таким образом, чтобы было удобно жителям Апатит съездить на один день в Мурманск. Мы думали об этом, чтобы сделать и в обратную сторону рейс, но он получается в воскресенье утром и достаточно рано. Мы понимаем, что на данном этапе, конечно, такая услуга не будет востребована. Слишком рано нужно выезжать из Кировска в Апатиты в воскресенье утром. Поэтому это в перспективе на следующий зимний сезон. Сейчас мы прорабатываем этот вопрос, в том числе с администрацией Мурманской области, чтобы как-то продумать дополнительные рейсы, которые будут более удобны. Потому будет ли спрос на данную услугу, северо-западная пригородная пассажирская компания примет решение о дальнейшем ее развитии.